Персонально ваш Новое место, ничего особенного в этом не вижу, священников довольно часто перевозят, может быть, надо думать о том, чтобы священник, который приходит в другое место, был известен бы, по крайней мере, этой общиной, а еще лучше, община бы как-то высказывалась, нужен этот священник там или нет, вот я сейчас отправлюсь в место, где меня практически никто не знает, ну, буду надеяться, что не прогонят, если прогонят, значит, уйду. Но так вообще, конечно, духовенство периодически меняет место своего служения, я не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, есть примеры, когда священник по 20, 30, 40 лет служит в одном месте, и это хорошо и для него, и для паствы. Есть примеры, когда священнику лучше периодически приходить на какое-то новое место, чтобы не застаиваться. Ну, это вы скромничаете, конечно, что вас никто не знает. Те прихожане, которые ходили к вам многие годы, они перейдут с вами или нет? Я бы не призывал к этому, особенно с учетом того, что многие люди полюбили храм, в который они ходят. Кто-то рядом живет, кто-то ценит то, что в храме на Трех Горах есть достаточно большое пространство, храм действительно крупный. Но если кто-то перейдет, не прогоним, я думаю, что какое-то количество людей, может быть, не очень большое, действительно, теперь начнет ходить в храм святого фейфа Одера Студита. Ну, специально призывать к этому я не собираюсь. Это было бы нечестно, неправильно и нехорошо. В интернете пишут, что вот сейчас начались на вас гонения. Это так интерпретирует эту новость некоторые? Ну, гонениями я бы это не назвал. Действительно, все-таки храм на Трех Горах связан с отделом по взаимоотношениям церкви, сообществом и СМИ. Около этого храма располагаются здания, где работает отдел. А он, скорее, служебный? Ну, как? Он связан с отделом тем, что люди, работающие в отделе, располагаются в зданиях, принадлежащих этому приходу. Поэтому, естественно, что отец Дмитрий Ройчин, который теперь является сотрудником отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви, сообществом и СМИ, будет настоятелем этого храма. Это позволит ему и работать, и служить более-менее в одном месте, но и людям объединяться не только по бюрократическому принципу, но и по принципу участия в жизни одного прихода. — Скажите вообще, отец Шеволод, а вот совмещение такой должности в патриархии, серьезной, да, как представление позиции, и обитательно... — Я не занимался представлением позиций, я занимался формулированием позиций. — Тем более, тем более. А их вообще можно совмещать? — Видите, в чем дело? Должность председателя отдела по взаимоотношениям церкви, сообществом и СМИ — это должность министерская, говоря светским ЕГЭ. Заком — это должность, на которой должен быть человек, самостоятельно принимающий решения, самостоятельно делающий их известным в стране, и миру, и церкви. Это не служебная тварь, как у нас говорят об ангелах, да, вот ангел — это служебная тварь, а в данном случае это человек, не ангел, но имеющий достаточно широкие полномочия. Иногда лучше, чтобы это был епиископ, иногда лучше, чтобы это был священник, иногда лучше, чтобы это был мирянин, но если человек, который в церкви работает на достаточно тяжелой бюрократической работе, занимается только бюрократией, это нехорошо. Он не должен терять молитвенные связи с Богом и с какой-то христианской общиной. И это не тяжело, это, как раз, легко, если человек занимается только бюрократией или только составлением текстов. И работа на 70% была работой с текстами, остальные 30% — это были переговоры с государством и встречи с разными общественными группами. Так вот, если заниматься только этим, это тяжелее, чем заниматься этим и одновременно быть либо священником, либо епископом, либо активным членом, мирянином, членом какой-то церковной общины. Хорошо. Ну, вам, как человеку, и с опытом, и с образованием, и, естественно, вопрос о сегодняшней исторической встрече. Папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси в Гаване, в аэропорту, в специальном вип-зале, как нам сообщали, по-моему, да? Да, вип-зал. Они выйдут с двух разных сторон вместе с переводчиками. У нас вопрос. А почему уже объявили, что они не будут вместе молиться? Потому что, с точки зрения православного человека, молиться, а тем более совершать богослужение вместе с представителем иной церкви и неправославной церкви не принято. Мы не молимся ни с католиками, ни с протестантами. Эксперименты были. Я когда-то сам в них участвовал. В 90-е годы устраивались так называемые экуменические молитвы, совместные молитвы католиков, православных, протестантов. Но потом мы решили вернуться к большей строгости в понимании тех церковных правил, которые не допускают совместные молитвы с неправославными, и от таких молитв отказались. Вообще, я считаю, что сегодня православие правильно поступает, когда уходит от компромиссов в вопросах веры, богослужения, истины, которые имели место в условиях гонения, то есть в советское время или во время Османской империи, которые имели место в диаспоре, в условиях эмиграции, и к большей строгости. Вот это я считаю правильным. Чем больше ты будешь верен собственным убеждениям и собственному образу жизни и собственным представлениям об истине, тем тебя будут больше уважать. Скажите, а разве большая строгость и меньшая тяга к компромиссам не может привести в опасную сторону, в сторону фанатизма и закрытости? Видите ли, в чем дело? Если сопровождать эту большую строгость не страхами, и не изоляционизмом, и не пораженчеством, а стремлением победить и сделать весь мир таким, как ты, вот тогда это все оправдано. Сделать весь мир таким, как ты. Это проповедь истины. Оправдилитизм – это обращение людей, которые уже принадлежат к той или иной религиозной группе, в другую группу, в твою группу, в частности, с использованием нечестных методов. Вот на самом деле была проблема в отношениях к православной и католической церкви в 90-е годы, когда некоторые члены монашеских католических орденов, некоторые члены мирянских католических движений, может быть, некоторые священники и епископы в разных епархиях католической церкви, вдруг стали лелеять мечту сделать Россию католической быстро, воспользовавшись политической нестабильностью и ослабленным после гонения положением русской православной церкви. Вот это, конечно, было неправильно. Я лично знал достаточно большое количество людей, которые вспоминали пророчества, как они утверждали данные Божией матерью в 1917 году о трем детям в Фатиме, в Португалии, о том, что Россия будет вверена церкви. Некоторые считали, что это означает вверено папе, вверено католической церкви. И некоторые люди считали, что вот действительно после 1991 года наступал исторический шанс сделать Россию католической. Это у меня получилось. Но это, к сожалению, отравило православно-католические отношения лет на 10-15. Можно ли сказать, что встреча папы и патриарха готовилась, я не знаю, годами? Вот эта нынешняя встреча. Вы знаете, те разговоры о такой встрече действительно шли очень давно. Я сам курировал отношения православной церкви и католической церкви в отделе внешних церковных связей примерно с 2003 по 2009 годы. И тогда очень активно общался с Восфатиканом, встречался с покойным папой Иоанном Павлом Вторым, с большим количеством католических иерархов. Были тогда сложности. Было стремление постепенно эти сложности преодолевать. Так что разговоры и даже разные сценарии и возможные встречи имели место достаточно давно. Но сейчас произошел некий порыв, я думаю, из-за двух причин. Первое, это то, что в последние годы католическую церковь возглавляли и возглавляет один из этих двух людей сегодня, Папа Бенедикт XVI и Папа Франциск. Вот эти люди создавали, и один из них создает достаточно большие возможности для диалога, для искренности, для взаимного доверия, для того, чтобы можно было не опасаться каких-то тайных ходов в последний момент со стороны ВВА-Атикана. То есть, вот и с Папой Бенедиктом XVI, и с Папой Франциском работать гораздо легче. Я прошу прощения, здесь невозможно не спросить. С Папой Иоанном Павлом Вторым? Была работа гораздо сложнее. Вот я на этом работе остановлюсь. Но, к сожалению, в период его пансификата как раз и происходили все эти попытки о католичестве Россию, которые, я думаю, все-таки поддерживались на самом высоком уровне в Ватикане. Кстати, именно при этом Папе не удалось договориться о включении спорных пунктов в совместную ДДД-декларацию, которая уже почти была готова к подписанию Папы Иоанном Павлом Вторым и Патриархом Алексеем Вторым в середине 90-х годов. Вот в последний момент нам было сказано, что декларация не будет включать в себя тех пунктов, ради которых, собственно, мы шли на эту встречу. Но теперь вот еще о чем надо сказать. Есть вторая причина того, почему сегодня эта встреча становится актуальной. Христиане понимают, что они сталкиваются с новыми вызовами и новыми угрозами. Это воинствующий секуляризм, то есть такая связкость, которая навязывается жестко через агрессию, через правовые и политические меми, аханизмы, через осквернение святынь, через культурную агрессию, псевдокультурную, скажем так, агрессию, информационную агрессию. Это один из вызовов, да, попытки исключить христианство из общественной жизни и в Европе, и в Соединенных Штатах. Геноцид христиан на Ближнем Востоке появления и рост популярности псевдо-мусульманского религиозного экстремизма. Глобальная экономическая несправедливость. Вот все это вызовы, по которым у православной церкви и у католической церкви очень близкие позиции. Поэтому эти позиции сегодня можно постараться выразить вместе. Услышат нас или нет, большой вопрос. Потому что некоторая часть мировых элит и некоторая часть мировых СМИ очень не любят христианство. Вот у нас некоторые считают, что католическая церковь – это какая-то дверь для России на Запад. А поверьте мне, для значительной части бюрократии Евросоюза, для значительной части западных элит, в том числе французских, отчасти итальянских, хотя Италия – это католическая страна, католическая церковь – это главный враг, многовековой. Это то же самое, что для диссидентов 80-х годов была КПСС, а для некоторых наших антиклерикалов – русская православная церковь. Для тех западных элит, как сегодня деньги, информационная власть, культурная власть, Ватикан – это отчасти поверженный сегодня, но главный старый исторический враг, с которым они до сих пор борются. Поэтому Запад управляется сегодня не католически мыслящими людьми, именно поэтому нам сегодня стоит, в том числе перед лицом Запада, сказать ясно о том, как мы видим будущее Европы и мира. Одна претензия у меня, конечно, есть к подготовке к этой встрече в русской православной церкви. Эта подготовка могла бы в большей степени быть открытой. Думаю, что стоило все-таки спросить о мнении нашего ЕЕ, эпископата, наших монастырей, наших духовных школ, профессуры, преподавателей, наших православных общественных организаций, что они думают о полезности, целесообразности этой встречи, о ее содержании и о ее итогах. Этого сделано не было, хотя я не понимаю, чего здесь бояться. Понимаете, церковь это не мид и не спецслужба. От людей, составляющих саму церковную общину, в этой общине особых тайн быть не должно. Понятно, что есть определенные обязательства перед той же католической стороной о том, что какие-то документы могли держаться в секрете. Но обсудите, по крайней мере, базовые идеи того, что будет говориться на встрече и о том, что будет включено в совместную декларацию с теми же духовными школами. А это вообще не обсуждалось? Нет. Люди об этом узнали из интернета за несколько дней до встречи. А есть ли противники этой встречи внутри церкви? А противники есть. Я не думаю, что их очень много, если говорить об открытых противниках. Было несколько публикаций в интернете со стороны в основном православных публицистов консервативного плана. Этих публикаций я, по крайней мере, прочел где-то 10 или чуть больше. То есть, это небольшое количество. Но я знаю, что очень многие священнослужители, многие монашествующие, некоторые преподаватели духовных академий и семинарий относятся к этой встрече осторожно. А с чем это связано? С тем, что они, эти люди, просто боятся, что будут сделаны слишком серьезные уступки, не в плане вероучения. Наша церковь никогда, конечно, не уступит, по крайней мере, в обозримом будущем, пока мы все живы. Она не уступит своих представлений об истине из-за желания показаться более приемлемыми для католической церкви. Но, видите ли, я усматриваю определенную опасность в том, что на уровне телекартинки, на уровне массового сознания слишком быстро после этой встречи опять будут прививать православным верующим и обществу в целом следующую мысль. А какая разница, быть православным или католиком? Вот, пожалуйста, обнимаются два предстоятеля церкви. Ну, и это значит, что православной церкви нужно что-то менять, чтобы быть такой же модной с точки зрения наших западников, как католическая церковь. А с другой стороны, нужно отказаться от утверждения о том, что именно она и только она, православная церковь, является истинной. Вот без этого православие невозможно. Православие предполагает, как любая другая последовательная религия, утверждение о том, что именно она и только она является истиной. Христос не мог создать две церкви. Христос не мог прийти и сказать, веруйте во что хотите, вопрос об истине не актуален. Он сказал, я путь и истинная жизнь, никто не приходит к отцу, как только через меня. Поэтому христианство, настоящее христианство, оно не плюралистично и не реалитивистично. То есть, оно предполагает единственность истины. Я прошу прощения, это получается, что не каждая из христианских, как это? Ну, не каждая, есть какие-то абсолютно реалитивистски мыслящие организации, есть какие-нибудь протестантские или постпропротестантские общины, которые говорят, что истинное общение. Но, тем не менее, основные конфессии считают себя истинными. Они считают себя истинными. Католическая церковь об этом говорит немножко более прикровенно. Они считают, что нужно быть честным. Понимаете, как с собственной паствой, так и с любыми партнерами по встречам и переговорам нужно быть честными. Нужно прямо сказать, если это католическая церковь, да, мы считаем, что именно католическая церковь является истиной. А православная церковь сказать, да, мы считаем, что именно наша православная церковь является истиной. — Получается, что сейчас будут встречаться главы двух истинных церквей, каждый из которых как бы не считает истинным своего визави. — Есть, конечно, какие-то оговорки, да. Я не считаю, что католическая церковь полностью лишена присутствия Божьей благодати, но все-таки я считаю, по крайней мере, я считаю лично, что истина в православии и только в православии. И кто-то может считать иначе. Многие католические деятели сегодня признают православную церковь равноспасительную, то есть равнодающую возможность войти в блаженную вечность в той же степени, как и католическая церковь. Но я считаю, что нам не нужно бояться говорить о себе и в том числе о своих представлениях об истине. — Скажите, а при таких, ну как мне кажется, очень существенных разницах мировоззрения, о чем можно договориться представителям, высшим представителям двух церквей? — Речь в основном будет идти как раз не о вопросах веры, насколько я понимаю, а о вопросах христианской оценки того, что прави исходят в мире и о христианском действии по отношению к тому, что прави исходят в мире. — Я прошу прощения, а сферы влияния не входят в эту... — Я думаю, что о сферах влияния, если о них вообще можно здесь овести речь, никто не будет говорить, по крайней мере, публично. Речь о том, как христианам выразить свою позицию по отношению к тому, что происходит в обществе. Будь то о терроризм, крайний секуляризм, о попытках вытеснить религию из общественной жизни или псевдо-исламский экстремизм и терроризм. — То есть они просто сверят числе, что он называется? — Они будут говорить об общественных проблемах. Общественных их христианин, священник, ленин, епископ, папа, патриарх призваны говорить и говорят все больше о том, что составляет общественную жизнь людей, что волнует людей в контексте общественной жизни. Так что это совершенно естественно, что сегодня и католическая церковь, и православная церковь говорят о глобальной экономике, говорят о вооруженных конфликтах, говорят о миротворчестве, говорят о диспаритете между богатыми и бедными, который растет. И вот по всем этим вопросам о православной церкви и о католической церкви один и тот же практический взгляд с какими-то нюансами. В католической церкви, может быть, он более проработан на разного рода научных симпозиумах. У нас он более харизматичный и более жесткий иногда. Да, католический взгляд иногда выражается слишком осторожно, я считаю, но базовая идея относительно того, что происходит и что должно происходить в обществе, у нас примерно одинаковая. Скажите, пожалуйста, а по процедуре общения двух церквей действительно были серьезные проблемы? Этого я не знаю, я не участвовал в отработке протокола, сам имел достаточно большое количество общения с разными-разными деятелями католической церкви, от папы до лидеров мирянских организаций. Протокольные вопросы, конечно, будут рассматриваться, а вот дальше будет ли какой-то элемент харизматичного поведения в рамках встречи, мы узнаем с вами уже сегодня вечером. Вы имеете в виду, простите, кто кому руки или перстень или планец или что-то делает? Здесь вряд ли должна идти речь о целовании рук, да, встречаются равные люди. Когда я встречался с папой Иоанном Павлом II, я ему руку целовал, потому что считал это правильным знаком почтения по отношению к глаголе Большой Церкви, которая связана с римской кафедрой. А кто-то не целовал из православных людей, когда они с ним встречались. Но когда встречаются равные, вряд ли кто-то должен целовать руку в одностороннем порядке другому. Поэтому вот вся эта история о том, кому поцелует руку, которая была запущена господином Невзоровым, она, по-моему, является такой искусственной темой. Другая версия, не Невзоровская. Кто к кому должен обращаться ваше святейшество? Оба. Оба. То есть, и вы ваше святейшество, и вы ваше святейшество. Естественно, почему нет? А что в этом страшного? Нет, ничего. Но когда-то кто-то говорил, что разве это не проблема? Титлы такого рода признаются обеими церквами. И когда патриарх пишет папе, он пишет ваше святейшество. И когда папа пишет патриарху, он пишет ваше святейшество. А переписка вообще между тронами существует? Конечно, да. Имеет место поздравления взаимные, имеет место деловая переписка. Мы сейчас уже готовимся к перерыву на новости. Но я все-таки еще один вопрос хотела бы, что называется, закинуть на следующую часть. Насколько вам кажется, христианская дипломатия сейчас действенна? Вы знаете, христианин иногда может какие-то вещи делать, используя дипломатические средства. Но нормой для христианина должна быть предельная открытость, честность. А в дипломатии это сложно. А в дипломатии это слишком часто попытка что-то скрыть и попытка соврать. Спасибо большое. Протерея Вселуд Чаплин сегодня персонально ваш. Мы продолжим этот эфир после новостей. Персонально ваш. Персонально ваш. Тоже безуспешно. 15.35 в Москве. Это программа персонально ваш с протереем Вселудом Чаплиным. Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Всем привет еще раз. Давайте поговорим об общественных проблемах. Тут в Москве многие были шокированы тем, как снесли торговые павильоны. А след за этим были слова мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил, что владельцам снесенных торговых павильонов нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем. Как церковь к этому относится? Здесь много проблем нравственных и юридических. С одной стороны, принята новая редакция Гражданского кодекса, которая позволяет местным властям, муниципальным органам сносить самовольные постойки без решения суда. А с другой стороны, есть действующее решение судов. Что они теперь отменяются, задним числом или нет. Это вопрос возможности будет осматривать Конституционный суд. Есть и нравственная проблема. С одной стороны, люди лишились заработка, лишились того, что считали, по крайней мере, собственностью. Имели какие-то свидетельства, подтверждающие, что это их собственность. И к этим людям, ну, по крайней мере, не нужно проявлять жестокости. Не нужно их оскорблять, говорить, что это все жулики, да, или там лица неправильной национальности. Так или иначе, внимание, к ним нужно проявиться со стороны государства, со стороны общества. Но меня здесь все-таки волнует еще один аспект. Аспект культурный. Как бы ни было жалко тех, кто сегодня потерял работу и потерял имущество, Москва без новорусского ампера, без ларьков и павильонов, все-таки лучше, чем с ними. Особенно, если говорить об историческом центре. Я прошу прощения, но в историческом центре в том числе есть капитальные строения чудовищного вкуса. Чудовищного вкуса, да. Я согласен, очень многое было построено зря. Может быть, когда-то это нужно все и перестроить, или снести. Как, знаете, очень многие здания советского периода потом были перестроены или снесены. Ну, вот, я два дня позавчера и вчера был на чистых прудах. В месте, где прошла значительная часть моей юности. А позавчера я немного ужаснулся, когда увидел кучу строительного мусора и кучу разобранных строительных конструкций. Справа и слева от павильона метро чистые пруды. А вчера я увидел там свободное пространство. Такое, какое было в период моей юности. Вот это бесспорно хорошо, что площадь вновь стала дышать и избавилась от новорусского ампира. Сегодня специально поеду посмотреть, как на Пушкинской площади все теперь обстоит без пирамиды. Если ее действительно сломали. Я не знаю, сломали или нет. Пирамиду пока нет, по-моему, к пирамиде еще не пришло время. Можете посмотреть, здесь возле генштаба Арбатской двухэтажная кирпичная палатка или ларек, как хотите, с двумя ресторанами. Тоже была снесена. И первые дни, конечно, производил всякое впечатление. Я считаю, что это неплохо. Когда, особенно, убрали вот этот строительный мусор, убрали разорные конструкции, появилось, очевидно, и в этом месте тоже свободное место. Но Москва, как и любой другой город, вообще славится историческими площадями, не застроенными, извините, всякой дрянью. Ну, тогда, по поводу... Возникла тема, что на тех местах, которые освободились, построить что-нибудь еще. Такая опасность есть. В том числе, кстати, версия, не построить ли там церкви. Я верю все-таки Алексею Неверюку, которого знаю хорошо, и который сказал, что там не будут строить новые торговые объекты, что там будут строить зону отдыха. Все-таки надеюсь, что это будет так. Есть всегда опасность, что в Москве расчищают какие-то площадки для того, чтобы там построить что-то выгодное. Просто для других владельцев. Что-то выгодное, да. Но все-таки будем надеяться, что так не будет, и что москвичи смогут оставить эти места как освобожденные от торговых площадей. Храмы строить там точно не получится. Я на эту тему уже высказывался некоторое время назад. Может быть, если будет желание местных жителей где-то в одном из таких мест можно поставить маленькую часовню. Но полноценный храм точно там строить нельзя, потому что это маленькие участки, потому что это участки на пересечении транспортных путей. А ведь сегодня приход – это не только место, где расположены иконы, это не только место, где совершаются богослужения, это место, где нужно вести, обязательно нужно вести образовательную, миссионерскую, молодежную, социальную работу. Все это требует помещение, и все это требует определенной все-таки основательности в церковном строительстве. Делать что-то на пятачке рядом с метро, что позволило бы вести такую деятельность просто немыслимо. Поэтому полноценных храмов там не построишь, это точно. И не нужно к этому стремиться, собственно, церковь к этому и не стремилась. Скажите, а как Вы, уж раз и заговорили сами об эстетике и внешнем виде, как Вы относитесь к модели новодельных храмов, которые сейчас возводятся в разных местах, типичные? Ну, знаете, они все-таки разные. Некоторое время была идея сделать типовые проекты, но в итоге это типовая составляющая. В ограниченном количестве случаев касалось только коробки. Все остальное люди придумывают сами. И колокольни, и купола, и даже коробки теперь достаточно разнообразные делаются. В общем, новые храмы отличаются друг от друга. Какие-то мне нравятся, какие-то нет. Я думаю, что, опять же, нужно больше обсуждать проекты с местными жителями, с местными общинами. Как верующих людей, так и с общинами местными в более широком смысле. Не стоит обязательно проект, что называется, спускать сверху. Но то, что делается, это не типовая застройка. Это не Хрущев. Все-таки гораздо большее разнообразие. И сегодня появляются новые архитекторы, которые пытаются экспериментировать. В деле строительства храмов посмотрим, насколько эти эксперименты будут достойными или недостойными. А, кстати, а вот модерновые решения возможны? Возможно, наверное. Может быть, не сразу. Но, слушайте, вот сейчас мы смотрим в некоторых странах Европы на католические протестантские храмы из стекла и бетона. Ну, протестантские особенно, да. В виде каких-нибудь, не знаю, самолетов или кораблей. Да просто модное современное здание. Это все было построено в 60-е годы. Сегодня это выглядит смешно и глупо. И жалко людей, которые ходят в храм, построенный по моде. Случайной моде, не очень глубокой моде, которая теперь уже, не знаю, 40 или 50 лет, и которая явно устарела. Но все-таки 18 века тоже модные храмы были. И 19 века. Но больше думали люди, когда их строили. Вот сейчас, пожалуйста, есть задания, построенные в стиле конструктивизма, в стиле русского авангарда. И они смотрятся хорошо, потому что люди действительно талантливые, их пропроектировали и строили. А есть вот эта вся псевдокрекреативная застройка 60-х, 70-х годов, как советская, так и европейская. Ну, ты понимаешь, что это дешевка. В общем, устаревшая дешевка. Как вам кажется, сейчас в Москве и, может быть, в России в целом, церквей все еще недостаточно? На окраинах Москвы точно. И на окраинах многих других, как родов точно. Вот я служу в центре до сегодняшнего дня, я служу в одном храме, скоро буду служить в другом. В центре очень много людей, которые не живут там, но приезжают в храмы центра, потому что им тяжело ходить в окраины и храмы, сильно переполненные людьми. Поэтому вот из тех людей, которые являются прихожанами центральных пасковских храмов, местных жителей про центров 10-15. Остальные приезжают. А как в Роскоправославной церкви относятся к заявлениям мусульман о том, что в Москве очень мало мечетей? Вы знаете, мечети, очевидно, в Москве все-таки нужны. Известно, что местные жители часто присутствуют против строительства мечети. Известно, что есть какие-то организации, которые системно выступают против того, чтобы в Москве были мечети еще. Но в Москве действительно, ну, как минимум, честно скажем, миллион мусульман, а скорее всего, скажем более честно, больше вместе с мигрантами. Есть достаточно большое количество мечетей в Подмосковье. И, конечно, очевидно, все-таки правы наши мусульманские друзья, которые говорят, что в округе Московская, ну, по крайней мере, одна мечеть могла бы быть. Потому что вместо этого происходит следующее, о чем мало кто говорит. Есть полулегальные молитвенные помещения на рынках, на стройках. Иногда в каких-то просто, не знаю, постпопо... Когда-то говорили, что вот так было замечательно, не было действующих мечетей, молились себе по квартирам, никому не мешали. Ну, вот они молятся по квартирам, они молятся на стройках и рынках, и там часто звучит нерусская речь, то есть там проповеди говорятся не по-русски, кто их произносит. И что говорится, мало знают даже наши охранительные органы. Есть серьезные основания подозревать, что вот в этих местах куется будущий экстремистский интернационал. Вы знаете, мне на серьезном уровне чиновники говорили в Таджикистане примерно следующее. Наши люди уезжают в Амазку нормальными парнями, а приезжают радикалами, готовыми ехать дальше в Сирию. Они получили этот импульс именно здесь, вот на этих полулегальных собраниях. То есть централизация мусульман, это государственный контроль их состояния. Может быть, это поможет, по крайней мере, отвлечь людей от полулегальных собраний, где, как многие считают, и постепенно растет экстремистское подполье. Хорошее предложение поступает, мне нравится, от Марина пишет. А вы не хотели бы восстановить Арбатскую площадь? Да-да, и собачью площадку. Снести Министерство обороны, Новый Арбат, и восстановить снесенные там церкви Бориса и Глеба, например. Марина, это прекрасная мысль. Я регулярно ее думаю, когда смотрю. Ну, так я периодически высказываю. Кстати, здание Министерства обороны, оно, конечно, не является архитектурным шедевром. Нет, не является. Знаете, в 70-е, 80-е годы вообще мало было построено архитектурных шедевров. Даже Дворец Съездов, скажем прямо, это, да, это, увы, отнюдь самое лучшее. Ну, может быть, это такое мировоззрение. Я смотрю на жилые кварталы, построенные в те же годы в разных странах. Но соцлагеря, они все одинаково бесчеловечные и вот таковы. Ну, а на Западе, если вы возьмете за стройку этих жилет, там, 60-х, 80-х годов, что там сильно лучше строили? Более просторные дома, конечно, менее типовые, но... Не покрашенные в черный цвет. Ну, иногда, не знаю, там, в белый одинаково покрашенный или в светло-серый. Давайте я отвлеку вас от архитектуры. О духовном и о праздниках одновременно. Вот глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия должна избавиться от праздников, которые отмечаются в западных странах. И он имеет в виду День Святого Валентина. Сказал, что это праздник... Слава Богу, не Пасху он имел в виду. Сородня кровенному шибашью. Да, что это не государственный праздник, да, поэтому, собственно, этого праздника, с точки зрения государства, у нас нет. Но одно время его проталкивали через телевизионные, через всякие вечеринки, через журналы, через... Но это коммерческий праздник. Это коммерческий праздник. А к святому он не имеет никакого отношения. К какому конкретно святому? Так же, как к святому Валентину он не имеет никакого отношения. Так же, как и экс-масса имеет мало отношений к Рождеству Христову сегодня. Это праздник распродаж, это праздник прибыли, это праздник товаров. Ну, вот, нам надо быть просто немножко умнее, нам надо понимать, что праздник нас связывает и с историей, и с вечностью, если говорить о религиозном празднике. Праздник – это ведь не просто хождение по магазинам и выпивка, или какие-то там песни, или комысленные, или просто свободный день, когда ты лежишь на диване, или развлекаешься тупо, особенно развлекаешься. Праздник – это смысловая вещь, и наши государственные праздники, и наши церковные праздники – все практически являются смысловыми, может быть, кроме Нового года. И заменять смысл на праздник потребления – это значит просто лишать себя чего-то очень важного в жизни. Но все равно каждый человек может принимать свое собственное индивидуальное решение, что для него праздник, а что нет. Никому не нужно запрещать праздновать, там тоже так называемые действия. Хорошо, по-другому. А коммерческим структурам надо запретить использовать эти образы? Нет, пожалуйста, пусть они делают то, что они считают нужным, но общество и какие-то общественные лизы имеют право критиковать использование коммерческими структурами каких-то вещей для пропаганды и потребительского отношения к жизни. Что на самом деле у нас сегодня представляет собой так называемый День Святого Валентина? Это праздник любви без обязательств. Это праздник любви без ответственности. Это праздник любви, так называемой любви, которая связана с идеалом мачо или такой легкомысленной женщины. Ну почему же, почему? Вот один партнер, вот другой, вот я побежал к следующему. Сегодня такой трактовки стало меньше. Но еще относительно недавно и в СМИ, и в песнях, и в клипах, и в рекламе вот такой образ присутствовал. Просто сейчас мы стали немножко более мудрее, мы поняли вдруг, наконец-то поняли то, о чем говорил о церкви еще в 90-е годы, промискуитет, то есть частая смена партнеров, безответственность по отношению к человеку, особенно любимому, это очень вредная для здоровья вещь, здоровье физического и психического. Эта штука делает человека несчастным. Если ты постоянно меняешь партнеров, если ты не способен любить, если для тебя любовь это спорт или приключения, или времяпривождение полезное, или здоровье физического, это убивает здоровье душевное и духовное. Эта человека делает маленьким старичком в 25 лет, а таких у нас, увы, сегодня много. Вот социологи тоже задались этим вопросом, они провели опрос, посвященный Дню Святого Валентина. Он так и называется, «На встречу Дню Святого Валентина о любви по-взрослому». Это в целом и выяснил, в целом, что добрачный секс не вызывает у россиян неприятия в массе. Зато измены и гомосексуальные отношения по-прежнему считаются аморальными. И вот социологи пытались как-то это обдумать, как так, традиционные ценности. Вроде бы все вместе, да, входит. Но почему тогда добрачный секс не вызывает неприятия, а остальные вызывают какое-то отторжение? — Приучили к первому еще с советского времени, не с позднесоветского времени. Но надо просто иметь в виду, что и измены, и всякие душевные болезни, и даже, отчасти, гомосексуализм связаны с тем, что люди с юности, со школьных лет считают для себя возможным любое поведение в половой области. А гомосексуализм ведь в значительной части случаев не от какой-то генетической предосположенности, а от распущенности. Попробую вот это, попробую еще вот это, попробую наркотики, попробую экстремальные какие-то виды время про вождение, попробую там попытку самоубийства, дальше так кто-то для себя решит. Вот распущенность и скука внутренняя, которая подталкивает к постоянному поиску острых ощущений, это, опять же, очень вредные вещи для здоровья физического и душевного. — Ну, тогда получается, что люди, которые в 70% случаев готовы осуждать гомосексуализм как зло... — Сами готовы сходить налево или просто заниматься свободной любовью? — Да, скорее допускают всякую разную интересную жизнь для себя. — Увы, сегодня есть достаточно часто, такой двойной стандарт. Но человек вообще должен помнить о том, что разрушительные стандартные точки зрения поведения разрушат его душу, а потом и его тело в большинстве случаев. — Есть еще одна тема, как ни странно, судебная, но она оказалась связана с вашей тоже епархией, что называется. Дело в том, что суд признал... — Впервые в России суд обязал ответчикам молиться за здравие истца. Это арбитражный суд в Нижегородской области... — Я не считал еще новость, но что там все-таки произошло? — Значит, там Русско-Православная Церковь, местная епархия, была должна одной фирме, которая переоборудовала котельную. Ну, там, полмиллиона рублей. И часть денег, согласно мировому соглашению, часть этой суммы, ну, она выплатила деньгами 200 тысяч, а часть рублей будет возвращать молитвами за конкретных людей, это представители фирмы. — Это такой вариант мирового соглашения, который утвердил суд, потому что... — Епархию обязали молиться. — Ну, а получается, что так? Наверное, они сами предложили такой вариант разглашения. — Поскольку мировое соглашение, скорее всего, это добровольное решение епархии. — Да, но суд утвердил. Годится. — Ну, видите, в конце концов, верующие люди призваны молиться без всякого решения суда, в том числе за тех, с кем у них возникают конфликты, в том числе за своих обидчиков, за своих недругов, за своих оппонентов. Я вот всегда на исповеди людям, которые обижаются на кого-то из ближних, советую больше молиться об этих людях, если молишься о тех, с кем ссоришься, если молишься о тех, на кого обижаешься, или о тех, кто обижает тебя. Это помогает исцелить душевную травму внутреннюю, изгнать из сердца обиду и злобу, и помириться, между прочим, потом с этим человеком. Потому что Господь... — Не в случае, если ты ему должен... — ...случай, что молитву сам поможет тебе устроить с этим человеком отношения. В данном случае, ну, не знаю... — Как вариант оплаты за хотельную, просто это странно. Он всегда должен молиться об окружающих, и особенно о недругах. В данном случае, ну, я не знаю, нужно ли было решение суда, чтобы молиться, и нужно ли было фиксировать это в юридически значимом документе. Но я вот во всей этой ситуации большого греха не вижу. Элемент абсурда, конечно, есть в этом, да. Обязанность молитвы за окрепляясь решением суда. Но, может быть, это все и не без пользы происходит. Почему? Люди вдруг понимают в очередной раз из этого новостного сообщения, что молитва что-то значит. Что молитва цена. Что молитва, это, если хотите... — Вид услуги, получается. — Это не услуга. Понимаете, услуга — это то, за что ты платишь деньги, и потом требуешь... — Ну, ее оценили в конкретном смысле. — Требуешь качество, да? — Кстати, кто будет качество проверять? — Странная штука, да, действительно. Молитва, любовь, дружба, искренность, патриотизм — это все не услуги и не товары. Но вот то, что о значимости молитвы из этой истории заговорили, может быть, и не так плохо. — Нам тут пишут... — Все люди знают, молитва имеет значение. — Сколько нужно молитв на 50 миллиардов долларов ЮКОС? — Вообще, это интересная мысль. — Если Ходорковский помолится хотя бы один раз, это будет хорошо. — Нет, не ему так. — Если его оппоненты помолятся... — Ходорковскому, кстати, ничего не должны, это другие люди. — Да? — Да, бывшие акционеры. Но вот если и та, и эта стороны будут молиться, может быть, как-то разрешится вся сложная ситуация, которая сегодня возникла. — Ну, скажите, вот в заключение, чего бы вы желали для христиан мира после сегодняшнего дня? Когда уже завершится встреча, вот что бы вы хотели бы оставить? — Прежде всего, слушать Бога, слушать Его откровения, которые содержатся в Библии и в предании церкви, и слушать друг друга. Почему я и говорю, что и в церковной жизни нашей русской православной церкви нужно больше соборности, больше взаимного советования, а меньше решений, принимаемых ей единолично. Нам не нужно пытаться копировать у Утикана всевластия Папы. Нам нужно слушать друг друга, ну и опять же, еще и еще раз слушать Бога. — Спасибо большое. Севел Чаплин, протеерей, был сегодня в гостях в нашем дневном развороте. Его провели Ольга Журавлева, Алексей Кусаров. — Всего доброго. — Персонально ваш.